В предвкушении подъема Мы сидели в портовой таверне Дафни у Яниса. Ели булочки со шпинатом и пили небольшими глотками ледяную минеральную воду. Настроение у всех было приподнятое, взволнованное. Мы ждали паром Агианна и предвкушали подъем на вершину Афона. Все мои спутники были уральцами. И романах Симеон, благодетель монастыря Евгений Валентинович из Перми, и рей отец Игорь с четверыми земляками, паломниками из Кунгур. Духовник свят Пантелеймонова монастыря и романах Макарий благословил нас не только подняться, но и отслужить литургию в храме Преображения на вершине Афона. В храме наличествует только престол. Из-за больших холодов и постоянной сырости там нельзя ничего хранить, для службы нужно брать все необходимое с собой. И отец Макарий дал нам для совершения литургии Кагор одну большую афонскую просфору. В России мы литургию совершаем на пяти служебных просфорах, а греки — на одной большой просфоре с пятью печатями — Чашу и Антименс. Компания собралась надежно, и мы оживленно обсуждали, как поедем на пароме до скита Святой Анны, как будем подниматься на гору, высота которой 2033 метра над уровнем моря. Высота вроде бы небольшая, но на Афоне все имеет несколько иной вид. Были случаи, когда люди в прекрасной физической форме не могли подняться на гору, внезапно ощутив беспричинный страх, а точнее страхование, сильную слабость, огромную усталость, не позволяющую продолжить подъем, в то время как более слабые и физически с молитвой успешно достигали вершины. Некоторые паломники, по их рассказам, переживали подъем без каких-либо страхований, как духовные младенцы под защитой Пресвятой Богородицы, либо как беспечные туристы, которым злая сила и не приближалась по причине полного отсутствия у них каких-то духовных целей. Поднялись, полюбовались красотой вида и быстренько спустились, особенно и не задумавшись, зачем они это делают. Я же переживал за своих спутников, особенно за отцов. У кого есть особое призвание, у тех искушений и напасти в меру призвания. Лукавый чувствует, когда чья-то вера может принести плоды и строит козни. Святые отцы хорошо узнали, что чем выше духовный потенциал человека, тем более мощный противник с ним борется. Силы наши духовные по сравнению с отцами древности или в сравнении со старцами афонскими, конечно, крайне малы, просто ничтожны. Но враг ненавидит пастыри и хорошо знает, зачем каждый паломник поднимается на вершину Афона. А мы шли туда совершить литургию, помолиться за свою паству, за духовных чад. Храм Преображения — непростой храм. По преданию, на вершине Афона находился идол Аполлона. Он рухнул, когда на афонскую землю ступила нога Пресвятой Богородицы. На месте языческого капища и был построен храм самим преподобным Афанасием Афонским в 965 году. Он перестраивался и обновлялся неоднократно, в том числе в 1895 году патриархом Константинопольским Иоакимом III. Молитвы всего Афона восходят к небу, поднимаясь к вершине горы, к этому маленькому храму Преображения, который предстоит как бы перед самим престолом Господа. Этот храм необычен еще и тем, что, по преданию, именно здесь, перед концом света, свершится самая последняя литургия. Когда пучина страстей и людской грязи захлестнет всю нашу бедную землю, этот храм на вершине удела Божьей Матери останется последним местом, где афонские монахи вознесут свои молитвы Богу. «Господи, помилуй! Кириэляйсон!» И, может быть, эта последняя отчаянная молитва будет той самой молитвой десяти праведников, которая оставит нам надежду неневитян. Пока мы обсуждали предстоящий подъем, к нашему разговору прислушивался мужчина лет сорока пяти, сидевший за соседним столиком. Наконец он подошел к нам, представился и попросил разрешения присоединиться к нашей группе и вместе с нами подняться на вершину Афона. Это был русский турист, по виду крепкий и спортивный. Характер у него оказался очень живым, общительным, ему было все равно, куда идти или ехать, а, услышав наш разговор, он загорелся и стал проситься с нами. Я подумал о том, что мы морально готовились к такому подъему, брали благословение, молились, а для него это просто случайность. Но решили не отказывать просящему, тем более что в одиночку на вершину подниматься нельзя. Мы согласились взять его с собой, и, правда, предупредили, что это не просто спортивная прогулка. Он весело улыбнулся в ответ на наши слова, и мы подумали, что такое легкомысленное отношение к восхождению на вершину Святой Горы может быть опасным для него. К сожалению, интуиция нас не подвела. Продолжение следует...